В Николаеве в очередной раз протестовали против работ по углублению дна в Букском лимане. Уже второй месяц портовики сбрасывают ил в акваторию местного яхт-клуба и общественного пляжа. Их пытались остановить несколько раз. Сегодня планировали организовать водную акцию протеста, но не получилось. Почему, знает Кирилл Ющишин. На пляже несколько десятков человек пришли поддержать яхтсменов и лодочников, которые в знак протеста против свалки ила в городской акватории планировали выйти на воду. Власти никак не реагируют. Мало того, что сегодня планировалась водная акция, мы предупредили кооперативы лодочные. И просто было указание сверху спущено, что никому не выходить. К акции присоединился лишь один катер и водный мотоцикл. Как раз в это же время земснаряд подошел в акваторию яхт-клуба с очередной порцией ила. Садимся в лодку, чтобы заснять все поближе. Сразу за причалом нас уже поджидают инспекторы Укртрансбезопасности. Наши лодки не дают подойти к судну и вынуждают уйти обратно на пляж. На суши к протестующим никто из чиновников не пришел, хотя власть имущих заранее уведомили, что ждут на акции и хотят пообщаться. Местные жители заявляют, из-за действий портовиков местное побережье на грани экологической катастрофы. Как сыпал этот грунт грязный с нефтеотходами, непонятно чем, который в течение 50 лет в порту лежал, так он его и сыпет. Людская душа, она включена в эту экологию. И мне кажется так, что если мы не отстоим этот лес и пляж, то грязь нам цена. Кроме вреда природе, за полтора месяца работы земснаряд засыпал и фарватер бухты яхт-клуба. Теперь спортсмены, буквально заблокированные на причале, не могут выйти на тренировку. Мы промерили канал, который идет на главный канал реки 2,5-3 метра. Он был буквально года два назад, это мы мерили, был 8. За полтора месяца и мэрия, и обладминистрация не раз требовали прекратить работы, но портовики им не подчиняются. Власти наплевательски относятся к нашему будущему, экологическому будущему. Мы будем подавать исковые заявления в суды и пытаться в судебном порядке приостановить проведение этих работ. Тем временем земснаряд сбрасывает тонны ила с завидной регулярностью, как минимум раз в два часа. Протестов можно было бы избежать, если бы грунт вывозили в Черное море, но это для портовиков намного дороже.